В этом году спортсменов курорт принял теплой и солнечной погодой. Всероссийские соревнования открыли новый сезон. Ровная трасса без значительных подъемов и спусков подходит для определенного класса велосипедистов. Московская команда готова бороться за победу на любом рельефе. Главное – держаться в основной группе. Александру Стофилову на первых стартах не повезло. Возникли технические проблемы. Задача – доехать гонку без травм, без падений. Просто попробовать ногу, свое состояние физическое. Быть более активным сегодня, попробовать отъехать в отрыв, конечно. Первые заезды классические. Результаты на общий зачет по этапам не влияют. Главное – на однодневных гонках не перекататься и сохранить силы. 22 спортсмена уже сошли с дистанции. Таким образом, на данный момент чуть больше 120 участников. Сегодня второй соревновательный день. Накануне в кольцевой групповой гонке велосипедисты преодолели 8 кругов. Общее расстояние составило чуть больше 100 километров. Лидерами стали представители Москвы, Краснодарского края и Украины. Сегодня участники соревнований проехали 15 кругов по 8 километров. Чем меньше кольцо, тем острее борьба. Дистанция проходила вокруг олимпийских объектов. По улицам Казачья, Морской бульвар, Триумфальная с выездом на эстакаду и по улице Чемпионов. До старт-финиш зоны, расположенной у железнодорожного вокзала Олимпийский парк. В лидерах снова спортсмены из Москвы и Краснодарского края. На время гонок частично перекрывается движение автотранспорта. В пятницу состоится традиционная индивидуальная гонка в гору Ахун. Она пройдет с половины 11 до 13 часов. Временно перекрываться дорога у спутника на Большой Ахун также будет и 18 марта. Уже в 62-й раз состоится Гран-при Сочи. В этом году в связи с финансовыми трудностями соревнование не вошло в ранг международного. По регламенту международных соревнований требуются особые финансовые условия. У нас такого нет. Это компенсация команд, призовые, в евро все, и сложности большие с финансами. Мы ее все равно сделали, сохранили, как всероссийские соревнования. По результатам, естественно, этой гонки у нас будет уже сформирована команда. У нас в конце марта Кубок нации стартует первая гонка, молодежная. Молодежный состав сборной России будет определен. 16 и 17 марта вновь пройдут кольцевые групповые гонки вокруг Олимпийского парка. Итоги всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе подведут 18 марта. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.